МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Час новостей на 12-м канале в студии Дарья Шадрина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. В Омске вспыхнул ангар с битумом. На месте работают пожарные. Причины возгорания выясняются. Крестный ход по Иртышу. Казачий струк с православными святынями отправляются в большое плавание. За использование современных технологий дарят бонусы зарегистрироваться на прием в ГИБДД. Теперь можно через портал Госуслуг. Какой подарок за это полагается? Новогодние каникулы сократят. Стали известны выходные дни на 2017 год. Как будут отдыхать россияне? Омский стронгмен – чемпион мира. Кто лучше остальных справился с многотонными снарядами международных соревнований? Пожар в Амурской промзоне. Возгорание произошло на одном из складов с битумом по улице 22-го портсъезда. На прибытие спасателей в ангаре обрушилась кровь, а локализация очага возгорания заняла больше часа. Пожару присвоили и первую категорию. Впрочем, бочки с горючим веществом не помешали спасателям потушить огонь. Строение склада полностью выгорело. Сейчас на месте работают следователи, которым предстоит установить причину возникновения огня и подсчитать материальный ущерб. Задействовано 5 единиц техники, 25 человек личного состава. На данный момент пожар ликвидирован. Жертв пострадавших не в пожару присвоена была категория 1БИС. Мы к этому готовы. Не первый такой пожар. Поэтому сложности в тушении пожара не было. Имя владельца склада пока неизвестно, но по предварительной информации здание арендовала некая строительная фирма. И руководители на момент ликвидации пожара не присутствовали. Вся Россия сейчас следит за выступлением российских спортсменов в Рио. И сегодня внимание у омских болельщиков вновь приковано к олимпийским вишеням. Серебряный призер Игорь, 19-летняя Виталина Бацарашкина, начнет дойль в квалификации малокалиберный пистолет 25 метров, трансляция в 21 час по омскому времени. Полуфинал и финал также намечены на сегодня. Они пройдут позже в 0 часов 30 минут в ночь с 9 на 10 августа. Между тем, еще один на мич, плавец Григорий Тарасевич, не прошел квалификацию в финал олимпиады на дистанции 100 метров на спине. Заплывы состоялись, когда в нашем регионе была поздняя ночь. В своих интервью журналистам Тарасевич рассказал, что немного перенервничал и начал слишком по-спринтерски. Добавлю, что для Григория нынешняя олимпиада дебютная в общении со СМИ. Также говорили и не только о спорте. Отметил, что попробовал еще не все вкусы мороженого, а также удивлен, что не встретил ни одного комара, хотя спортсменам даже выдали специальные баллончики. Итак, следим за соревновательной программой игр, болеем за наших. В Омске вновь ограничат движение транспорта. На этот раз это связано с проведением ремонтных работ на тепловых сетях. Так до 31 августа нельзя будет проехать по 11 линии от улицы Красных Зорь до Съездовской. До 21 августа будет ограничено движение на участке Тарская от 11-й Северная до улицы 13-я Северная. До 10 августа закроют 18-ю Северную от Рджоникидзе до Тарской. А с 11-го и до 21 августа запретят движение на пересечении улиц 18-я Северная и Тарская. Автомобилистов просят быть внимательными и по возможности выбирать объездные пути. Нефтехимия, фермерство и производство сельхозмашин в Омске будут инвестировать австрийцы. Направление совместного производства обсудили первый заместитель председателя правительства региона Андрей Новоселов и чрезвычайный полномочный посол Австрийской Республики Эмиль Брикс. прибывший в Омск на юбилейное мероприятие. О том, что сотрудничество будет, стороны договорились уже сегодня. Детали обсудят в октябре, когда Омск с бизнес-миссией посетит делегация австрийских бизнесменов. Этого времени потенциальные партнеры должны подготовить проекты в нефтяной промышленности, сельском хозяйстве, машиностроении и культуре. Мы сейчас должны плодотворно поработать со своей стороны и коллеги из Австрии для того, чтобы наша встреча, которая будет в октябре, уже прошла продуктивно, в рабочем порядке. И чтобы то, что мы проработаем, те моменты, которые будут намечены, чтобы они уже легли на бумагу сегодня, а завтра легли на дело. Я думаю, нефтехимический кластер, агропромышленный, это сельскохозяйственная техника, культура. Праздник 300-летия – это отличный повод для начала сотрудничества. У нас уже запланирована торгово-экономическая миссия, которая приедет в Омск. Мы видим потенциал в развитии сотрудничества в сельском хозяйстве и особенно в сфере туризма, поскольку следующий год – это год совместной культуры России и Австрии. Я думаю, это хороший повод для эффективного сотрудничества между Австрией и Россией в лице Омской области. Зарегистрироваться на прием в ГИБДД теперь можно через портал Госуслуг. Это позволит выбрать удобное время и избежать очереди. На сайте можно получить любую услугу от Госавтоинспекции. Это регистрация транспортных средств и получение прав. А для тех, кто традиционным талоном предпочел современный метод, сотрудники ГИБДД приготовили бонус – цветоотразающие браслеты. Их будут выдавать всем посетителям, кто записался на прием через единый портал государственных услуг. Более того, Госавтоинспекции помогут и зарегистрироваться на сайте. В ГИБДД появилось специальное окно. Это в первую очередь, конечно же, удобно. Можно выбрать для себя время, день определенный, так как удобно гражданам. И для того, чтобы граждане больше пользовались этим порталом, Госавтоинспекция поощряет тех, кто записался и пришел. В Партушу пройдет крестный ход на казачьем струге. Атаман Ермак, князь Сибирский. Отшвартуется от речного вокзала сегодня вечером. Но в борту будут находиться святыни. Икона Пресвятой Богородицы Троиручица, привезенная из сербского монастыря Рухумия. Икона преподобного Сергия Радонежского с частицей его святых мощей. Икона новомучника святителя Свенвестра Омского. Также из частиц и мощей. Во время вводной экспедиции струг со святынями совершит остановку в 24 населенных пунктах Омской области. Крестный ход посвящен 300-летию Омской. По словам организаторов, продолжит миссию единения сибирских территорий. Большое плавание сотрудники Минприроды отправили мальков и сетра. Экологическая акция прошла в Чирлакском районе. Выведено в тепличных условиях. Царскую рыбу доставили из рыбзавода на берег в специальных контейнерах. А после выпустили в Иртыш. Специалисты надеются, что таким образом удастся увеличить популяцию краснокнижнего осетра. В этом году в водоемы Омской области выпустили уже несколько миллионов мальков. В том числе и ценных пород. В Чирлакском районе зарыбление провели впервые. За процессом наблюдала Екатерина Лушникова. Прежде чем поселиться в холодных водах Иртыша, эти осетры проделали долгий путь. На берег их доставили прямиком с рыбзавода в специальной машине. Рыбоводы спешили. На улице жарко, а вода в емкости не должна успеть нагреться. Иначе рыба при переселении испытает шок. Бочонок пробьет. В больших емкостях молодых осетров переправляют на середину реки. Зарыбление традиционно проводят именно таким способом, чтобы молоть распределилась по всей акватории. Никаких опасений, что рыба не приживется в новой среде обитания, у специалистов нет. Выращивались они в УЗВ, установке замкнутого водоснабжения, с использованием искусственных кормов. Темпы роста хорошие. Как видите, годовички у нас в средней программе. Это хороший результат. Как вы считаете, вся рыбка приживется в естественных условиях? Да, конечно, приживется, потому что естественный корм для нее приоритет. То есть тяжело перевести рыбу из естественного корма. Она искусственная, она естественная, она переходит прекрасно. Черлакские предприниматели сегодня выбросили в воду без малого 100 тысяч рублей. Именно во столько им обошлась покупка 40 годовалок сибирских осетров. Но о потраченных деньгах не жалеют. Через несколько лет краснокнижный молодняк даст потомство. И на нерест рыба вернется именно сюда, к Черлакским берегам. Откуда ее и отправили в большое плавание. Когда-то они дадут икру, и здесь будет осетра немерено. Поэтому говорят, что мы все вылавливаем. Но не только вылавливаем, но и воспроизводим. И я думаю, что какая-то польза от этого будет. Заребление Иртыша – задача стратегическая. На территории Омской области располагается 11 промысловых участков. По договору с Минприродой все владельцы обязаны периодически пополнять природные запасы реки. Кроме осетра, в Иртыш выпускают и другую рыбу ценных пород – стерлядь и нельму. Такие же экологические акции проводят и на озерах. Омская область в этом году, по нарастающих уже последних несколько лет, делает достаточно уверенные шаги в плане выпуска и зарубления. Если мы три года назад выпустили всего лишь 400 тысяч молодей, то в этом году уже речь идет о таких объемах, как 25 миллионов штук водного биоресурса, выпущенные водоемы Омской области. Поэтому достаточно серьезный шаг. Это улучшает, улучшает, экологическое состояние водных биоресурсов в воде. Ухай с такой рыбой обойдется браконьером недешево. Сибирский осетр находится под защитой. За его отлов грозит крупный денежный штраф или уголовное наказание. Чтобы сохранить исчезающие виды, рыбнадзору приходится потрудиться. Регулярно на Иртыше организуют рейды. Только в этом году за незаконный отлов стерляди и осетра было составлено более тысячи административных протоколов и заведено 25 уголовных дел. Екатерина Лушникова, Сергей Гаев, 12 канал. К каждому садоводу песок, лопата и бочка с водой. Сотрудники МЧС в очередной раз прошли с рейдом по дачным хозяйствам. В середину августа период особая пожарная опасность. Именно в это время садоводы начинают сжигать сухую траву. На территории Омской области уже зафиксировано несколько пожаров на дачных хозяйствах. Большинство из них можно было бы предотвратить, если бы у каждого на участке были первичные средства пожаротушения. Песок и вода напоминают спасатели. Более того, в каждом садоводстве должны быть установлены пожарные насосы. Если они отсутствуют, дачники могут требовать установку у председателя. Первичные средства пожаротушения являются у нас песок и вода. То есть желательно, чтобы на каждом садоводческом участке была вода, бочка простая, налитая полной водой. То есть всегда была наполнена ею. То есть также песок, который на участке должен находиться, и лопата с ведром, чтобы в целях быстро успешного тушения пожара можно было применить данные средства. Отдыхать на Новый год и мечи будут меньше. Список выходных и праздничных дней на 2017 год утвердило федеральное правительство. Выходные 1 и 7 января, которые в будущем году выпадают на субботу и воскресенье, будут перенесены на пятницу. 24 февраля и понедельник, 8 мая. Таким образом, россияне будут отдыхать на новогодние праздники с 31 декабря по 8 января, с 23 по 26 февраля, 8 марта, с 29 апреля по 1 мая, также с 6 по 9 мая, с 10 по 12 июня и 4-6 ноября. Всего в предстоящем году из 365 календарных дней рабочими будут 247, оставшиеся 118 выходными. Амич Михаил Шевляков стал обладателем Кубка мира по силовому экстриму. Соревнования международного уровня по этому виду спорта в Омске проводились впервые. Конкуренцию нашим атлетам составили именитые силачи из Америки, Беларуси, Казахстана и Украины. В программе конкурса было несколько упражнений, такие как бревно. Явным лидером в подъеме снаряда на максимальное количество раз стал Шевляков. Далее были подъем платформы с трактором, вес превышал полторы тонны. Выявили лучшего и в кантовке покрышки. Особая борьба развернулась здесь. С каждым новым выходом стронгмэмные опережали друг друга буквально на доли секунды. Предугадать результаты было невозможно. И здесь опять лучше остался Амич. В последнем конкурсе броксировка грузового автомобиля весом 20 тонн. Фаворитом и здесь был Шевляков. В последнем конкурсе броксировка грузового автомобиля весом 20 тонн. Субтитры делал DimaTorzok Добавлю, что в перерывах между соревновательными упражнениями зрители также испытали свои физические возможности. Для пришедших устроили увлекательный силовой батл, где команда добровольцев соревновалась с мировыми силачами в буксировке трактора «Беларусь». Победила дружба. Все наши новости на сайте 12канал.ру. Впереди прогноз погоды. Реклама будет короткой. Омск Сайдинг Инвест. Новое производство. Кованые беседки. Евроокно Стандарт. Балконы и лоджии. 700-007. Адрес точно тот, а вход... Два ГИС покажет не только адрес организации, но и вход. Детальные информации о городе. Скачайте бесплатно. Два ГИС, если быть точным, работает оффлайн. Радио Шансон. 15 лет в эфире. Каждый год мы устраиваем музыкальные фестивали «Бархатный шансон» и «Эх, раз гуляй». И торжественно вручаем премию «Шансон года». Мобильное приложение «Радио Шансон» и площадки в социальных сетях открывают новые возможности для общения с нашей аудиторией. Радио Шансон. Это музыка вокруг стихов. Хотите выгодные цены? Тогда вам в низкоцен. Ведь у нас говядина тушеная 338 граммов 49,90. Нектар Голд Классик 69,90 за большую упаковку. Сосиски молочные 195 рублей за килограмм. Амельцы! Ура! Довольные покупатели – наша главная ценность. Ковка 509 017. 509 017. Для кого-то долгий путь, для нас прогулка. Кому-то суровый климат, для нас пляж. Для кого-то скалы. Нам смотровая площадка. Кто-то говорит для избранных. Мы говорим для каждого. Кредиты на любые цели в Банке Восточной. Банк Восточный. Банк с нашим характером. Смотри не спеша. Спутниковое ТВ в рассрочку на 6 месяцев. Телекарта. Смотри. Не переплачивай. О погоде завтра по области в Омске ясно, без осадков. Температура воздуха в районах в ночные часы плюс 12, плюс 15, днем 27 градусов жары. В Омске ночью до плюс 18, днем столбики термометров поднимутся до отметки плюс 26. Ветер южный. 3 метра в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Так вы новости к этому часу. Следующий выпуск смотрите в 17 часов. Я с вами прощаюсь. Хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова